Слушай, вот любопытная новость появилась. Турецкая разведка, на которую ссылается турецкий же ресурс ПолитКрым, предсказывает, что ВСУ планирует на 7 октября, на день рождения Путина, первую атаку американскими крылатыми ракетами вглубь России. Как тебе нравится? О крылатых ракетах с аббревиатурой AGM-158JASM. Джасс, так это звали. Joint Air to Surface Strike Missile. Да, с возможностью наносить удары дальностью до 980 километров. И они якобы подчинены военной помощи Киеву. И это будет ответ на последние обстрелы Харькова и Полтавы. Об этом, кстати, Reuters тоже сообщает. Ну, я не знаю. Знаешь, это еще совет. Да вообще символизм в политике имеет большое значение. Так что я не исключаю того, что какие-то привязки будут. Если ты помнишь, там шла страшно успешная такая упорная борьба за то, чтобы взять Азов-Сталин к 9 мая или к 1 мая. Шла страшная борьба за то, чтобы Бахмут захватить к 9 мая. Вот. Ну, вот, да, вполне возможно. Если они будут наносить удары Джассман, ну, ракета долгая, перехватить ее будет трудно. Вот. Но приурочат они к дню рождения Путина этот удар или нет, я повторяю, что я-то ожидаю, что там на Земле будет что-то происходить. А так они, да, они получили два типа исключительно важных ракет. АМРАМ – это Мидрэндж Э-Туэ Миссайл. То есть она – ракета «Воздух-воздух». Ее задача будет отпугнуть российские Су-34 и Су-24, которые несут бомбы с управляемым модулем планирования и коррекции. Эти ракеты, конечно, не позволят этим самолетам приближаться на расстояние 60-70 километров линии фронта, что, собственно, является основой военной тактики России сегодня. Вот. Если они этими ракетами Су-34 и Су-24 отгонят, то положение украинских войск резко улучшится на Земле. А «Джазмы», да, «Джазмы» позволят наносить удары по аэродрому, по радиолокационным станциям, по станциям ПВО в глубине России. Ну, я думаю, что все-таки будет наложено некоторое ограничение не бить по объектам стратегических сил. То есть не бить по станциям типа Воронеж, не бить по путинской даче или по Власихе и так далее. Вот. Но для Украины это, конечно, будет очень существенное облегчение, потому что оно фактически позволит приблизиться к паритету воздуха. Вот. К паритету воздуха, на мой взгляд, приблизить может Украину и абсолютно другое решение. Значит, все-таки вот со времен Карабахской войны они устают повторять, что дроны, тогда Байрактары, сейчас имя им легион, это авиация Первой мировой войны по своим летно-техническим характеристикам. Бороться с ними надо авиацией времен Второй мировой войны, то есть легкомоторной винтовой авиации, которая позволит малыми издержками эффективно сбивать эти дроны в воздухе. Ну, практически подчистую, что вдоль линии фронта, там ударные дроны и разведчики, что он в глубине куда... Видишь, там же дело дошло до того, дрон залетает, а потом чуть ли не вся Украина за ним гоняется. Несколько часов пытаюсь понять, где он. Ну, потому что истребители проскакивают мимо, у них скорости разные. Ну, вот винтовые свадения... Конечно, да. Вот, поэтому я думаю, что одной из задач, которая будет решаться Украиной, может быть, с чьей-то помощью еще, это создание вот эскадрильи легкомоторной авиации ПВО, которая, кстати говоря, не упрекнешь в том, что она воюет, убивает наших мальчиков. Понимаешь, там, как нам с тобой писала какая-то дама экзальтированная, что наших мальчиков, то есть убийц, откинувшихся с зоны ценой того, что они идут убивать украинцев, нельзя убивать. Ну, вот работа ПВО – это та работа, которая этим мальчикам не угрожает, поэтому даже самые уж изощренные пуристы, нравственные, моральные, оставшиеся в России, они не смогут ни к чему упрекнуть. Ну, в принципе, ведь, как я полагаю, вот эти самолеты легкой авиации, они, если сравнивать с другими видами вооружения, стоят совсем небольших денег. Ну, они разные есть. Ты знаешь, что Америка, вот скажем, страна исключительно разве телекомоторной авиации, просто она одна больше имеет, чем все остальные страны вместе взятые. Ну, здесь вот и такого рода самолеты стоят, ну, 300, ну, 400 тысяч долларов. Что-то уйдет на их переоснащение. Ну, по-любому, с теми миллиардами, которые расходуются на военную помощь, это копейки, вот, да даже с миллионами, с десятками миллионов. А эффект может быть грандиозным, потому что это обеспечит защиту украинской ПВО, ПРО от перегрузки, обеспечит сокращение издержек на борьбу с этими самыми шахедами и подобными. Вот. И самое главное, сбережет жизнь сотен людей, на которых падают бомбы, их осколки в крупных городах, вот сейчас во Львове уже там были. Да, то есть, ну, это же вопрос конкретных жизней, в том числе женщин, детей, стариков и так далее, и так далее. Вообще, ты знаешь, я вот хочу затронуть тему, которая мне, кстати, только сегодня пришла в голову. Может быть, она не нова, но я ни от кого ее не слышал. Я задумался, а когда в последний раз в Европе одно государство вело войну с другим государством на его тотальное уничтожение, на тотальное уничтожение нации. Ведь задача Путина с первых дней была не просто там победа над Украиной, а уничтожение Украины и украинскости. То есть, превращение ее в Малороссию. Уничтожение украинского языка. Мы видим это на примере Крыма, закупированных территорий Луганска и Донецка, Херсон и Запорожья, как истребляется все украинское. Так вот, я задумался, в каком веке, в последний раз в Европе шла борьба за уничтожение нации как таковой. Ну, я могу вспомнить там Туци и Хуту в Африке. Да, вот какие-нибудь там Руанда, Бурунди, там вот эти войны, какие-то Конголезки, которые ты вспоминал войны. Но это внутренние даже граждане. Вот Руанда и Бурунди – это война одной страны с другой. А когда в Европе, ну, что я вспомнил, это, значит, вот война с Крымским хастом. Может быть, вот война на уничтожение Крымского хаста. Но я, честно говоря, то есть Путин нас погрузил в такое средневековое, понимаешь, и не случайно атрибутами этой средневековой по своим задачам войны является разбивание черепов кувалдами, прилюдные кастрации, перерезание глоток и так далее, и так далее. То есть вот мое даже обращение к специалистам по истории, чтобы они помогли нарыть в Европе пример, когда последний раз велась война на уничтожение нации. Да, были войны, но уничтожали евреев, уничтожали армян. Но это все были эпизодами больших мировых войн. Вот когда целенаправленно одна сторона вела войну на уничтожение другой нации, я, честно говоря, в глубине веков что-то теряется. Нет, ну слушай, в средние века-то войны не велись на уничтожение нации. Войны велись за господство над территориями, над государствами. Какую нацию уничтожали? А эти двух королей сходились где-то в чистом поле, бились с мечами, копьями, стрелами, и потом там кто-то приносил победителю ключи от города. Да, нацию не уничтожали. Никто не ставил вопрос, скажем, о переучивании голландских провинций на испанский язык. с запретом упоминания о том, что они голландцы, и называние их малоиспанцы. Нет, такого не было. Вот когда последний раз велась война одним государством на полное уничтожение национальной идентичности другого, на уничтожение государства и национальной идентичности его народа. Ведь Путин обозначил два варианта решения поставленных задач. Либо я захватываю Украину и уничтожаю украинскую, либо Украина остается, но украинской в силе не остается. То есть вот война, в которую сейчас идет Путин, это даже не колониальная война. Это война из каких-то давних времен, которые я вот так и не смог вспомнить. То есть мы даже не понимаем. Вот, по крайней мере, я не знаю, слышал ты рассуждения на эту тему, но я сегодня только впервые задумался о том, что мы просто не понимаем, в какую мерзость исторических глубин вспять бросил нас Путин. Я не говорю уж о том, какой гигантский ущерб наносится стране. Потому что мы ясно понимаем, что... Вот мы говорили с тобой, что война начинается как соревнования армии и штабов, а продолжается как соревнования тылов и войн. Так вот, с российской стороны войну движет только одна демоническая воля Путина. Только его нежелание признать свои ошибки, она приводит к тому, что тысячи людей в день гибнут, в том числе и в России. Взрываются станции в России. Россия попадает на деньги. Россия задарма раздает нефть. А вот сейчас, кстати говоря, с моей точки зрения, главнейшим событием прошедшей недели стал скандал, вскрывшийся, связанный с тем, что, оказывается, у Индии есть секретное соглашение, в моде с Путиным, о поставках оборудования, о строительстве совместного предприятия для производства чипов и так далее, и так далее в Индии. То есть, если в прошлой передаче мы говорили о том, что Дуров находится в отношении к негласному сотрудничеству с Путиным, то теперь мы можем сказать, что Моди находится в отношении к негласному сотрудничеству с Путиным. Если в одной из предыдущих передач мы говорили, что обезьянку сняли с дерева, заставив Сиза и Пиня показать его лицо, то теперь Моди, который пытался изобразить до сих пор из себя такого мудрого индийского философа, миротворца, выясняется просто, он продался, как продались перед этим Меркель и европейские лидеры за то, чтобы получать по дешевке газ и нефть, так сегодня продался Моди за то, чтобы по дешевке получать нефть. Да. Негласное. Негласное. Причем самое-то отвратительное, то, что это был секретный протокол, секретное соглашение и создание секретных предприятий, секретных каналов взаиморасчета, секретных каналов подставок. Путина можно поздравить с этим успехом, но всем вокруг индийцев надо сделать вывод. Да. С товарища надо спросить со всей строгостью. Ну, я могу только на полях заметочку поставить, и это было вот прямо совсем рядом с 85-й годовщиной подписания пакта Молотова-Риббентропа и секретных протоколов к нему. Ну, ненавижу. Я не называю этого пакта Молотова-Риббентропа. Называют его пактом Сталина-Гитлера. Ну, причем эти двое ручки держали в руках, и все. Это был пакт Сталина-Гитлера. А почему надо отмазывать этих двоих от этого соглашения, я не понимаю. Ну, я не знаю. Вошло это в... Ну, это же специально было сделано для того, чтобы отмазать Сталина как победителя от Неренбергского процесса. Там и Катынь замаскировали, и это дело стали именовать. Ну, что там говорить? Там было много позорных страниц и до войны, и после войны. Не будем и питать иллюзии. Не только Советский Союз демонстрировал чудеса аморальности. Не только. Да. И союзники тоже. Да. Осталось вспомнить историю про то, как передали Советскому Союзу белых казаков. Я когда был в Линце, я как раз там посидел на этой территории. Музей там есть. Это жуть. Это... Ну, что там говорить? Да? Что там говорить? Политика иногда бывает очень грязная. Ну, политический результат уходит, а память о грязи остается. Вот что важно. К сожалению. К сожалению. Ну, хорошо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова